Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы хотели бы рассказать вам о нашем студенческом клубе «Что, где, когда». Как вы знаете, 13 декабря в нашем университете состоялся первый открытый чемпионат интеллектуальной игры «Что, где, когда». Мероприятие организовала и провела первичная профсоюзная организация студентов ЛНУ совместно с Луганским клубом знатоков «Эрудит». Турнир прошел при поддержке Республиканского комитета работников образования и науки ЛНР. В нашем мероприятии приняли участие 9 команд, в том числе и Краснодонский факультет инженерии и менеджмента. Подобные отборочные туры пройдут в других вузах республики. Победители получат шанс принять участие в студенческом чемпионате Луганска по игре «Что, где, когда» сезона 2016-2017 год. О том, как проходила подготовка и сам турнир в нашем университете, а также о том, как и почему возникла идея возродить студенческую лигу КВН, сегодня нам расскажет председатель первичной профсоюзной организации студентов Далевского университета Ольга Старикова, а также член Луганского клуба «Эрудит», студент нашего вуза Алексей Шайкин. Ольга Сергеевна, пожалуйста. Добрый день. Хочу, во-первых, еще раз поблагодарить всех наших организаторов, соорганизаторов за проведение нашего чемпионата первого. Хочу сказать, что действительно, как бы, да, в Луганской Народной Республике этот чемпионат проходит впервые, мы очень этому рады, и на базе нашего вуза мы стартовали, так скажем. В дальнейшем, что планируется, это то, что три команды победителя, естественно, будут у нас, да, продолжать и участвовать в чемпионате студенческом, республиканском, который состоится, или в конце зимы, или в начале марта, и, естественно, да, мы поможем другим вузам в проведении таких чемпионатов у них в университетах, да, чтобы мы вышли уже на достойный уровень, и наши ребята-интеллектуалы смогли полностью показать свой уровень и талант в данном мероприятии. Данный турнир, можно сказать, действительно является первым студенческим, таким масштабным, послевоенным. Пока это мы развили только на территории нашего вуза, однако мы планируем за несколько месяцев подготовиться к действительно более крупному турниру, то есть на несколько десятков команд, которые будем надеяться задействовать максимальное количество вузов нашей республики. Сама идея возрождения данной студенческой лиги появилась после того, как, ну, действительно уже проводятся турниры, чемпионаты города, но среди общих, то есть там и школьники, и студенты, и все остальные, более старшего возраста. Но как-то получилось так, что у нас в клубе сейчас большее количество команд — это студенческие команды. Они представляют различные вузы, различные специальности различного возраста. Ну и решили бы, основываясь на данных правилах Международной ассоциации клубов, что, где, когда, организовать свой собственный чемпионат, который потом будет перерастать в все более и более важный турнир. Еще хотелось бы добавить, что ребята, да, именно вот, которые у нас представители с клуба «Эрудит», да, они являются нашими студентами, студенты экономики и финансов факультета гуманитарных наук. То есть ребята пришли с инициативой, а я, естественно, да, как представитель профсоюзной организации, я поддерживаю любую инициативу, которая происходит, и ребята выступили с этой инициативой, что мы поддержали ее, и, естественно, да, как бы на уровне, если сравнивать что, где, когда, и сравнивать какие-то развлекательные мероприятия, то такие мероприятия тоже должны существовать, потому что студенты у нас разные, и это еще раз подчеркивает то, что у нас есть, как, скажем так, ребята, которые абсолютно увлечены там, да, КВНом, какими-то культурными такими, да, национальными мероприятиями, и ребята, которые в интеллектуальной среде действительно талантливы. То есть вот это мероприятие подчеркивает еще раз наш уровень. Ну, вы же участвовали до этого за пределами Луганской Народной Республики в играх, а в ближайших планах есть какие-то запланированные выезды в Российскую Федерацию или, может, в ДНР? Мы недавно также участвовали в Донецкой Народной Республике в чемпионате, там представляли у нас две команды, а в ближайших турнирах есть определенные пока договоренности с Московской МФТИ, с Долгопрудным, где будет проводиться уже весной турнир, но там еще слишком много нюансов, которые нужно обсуждать с организаторами. То есть вы еще не знаете, что есть? Еще докончательно не знаю. Тогда от меня вопрос. А с какими трудностями пришлось столкнуться, возрождая все-таки это огромный пласт работы? Трудности мои лично как организаторы, это прежде всего собрать, конечно, всех вместе и, естественно, убедить в том, что на каждом факультете такая команда должна существовать и имеет право быть. То есть многие студенты, единичные, естественно, они талантливые, умные, но в команде многие именно в что, где, когда они не участвовали. И поэтому ребята, члены клуба «Эрудит», они выступили прежде всего как организаторы, потому что их уровень выше намного, и студенты с нашего вуза, которые участвовали в что, где, когда, они уже, скажем так, выступали на одинаковых условиях, чтобы никто не был в преимуществе от кого-то. И с этим справились. Организационные моменты именно с моей стороны заключались в таких вещах технических, как бы, а сама игра, конечно, прошла полностью при поддержке ребят, за что большое им спасибо и достойно справились с задачей. Все-таки, когда проводили уже после турнира, ребята некоторые подходили, говорили, ну вот, понимаете, мы тоже вот раньше играли, а как же можно с вами там связаться, выйти? То есть мы хотим действительно играть. То есть это, если ребята попробовали и им понравилось, то это очень часто затягивает данные вещи. То есть Далевский университет готов принимать участие в организации турниров и в других вузах, правильно? И в других вузах готов, и, кроме того, я продолжу эту инициативу, предложу ее разным вузам нашей республики для того, чтобы провести эти чемпионаты внутри вузов, чтобы выявить там чемпионов, это прежде всего. И потом будем выходить на международный уровень уже благодаря и профсоюзной линии, и линии клуба «Эрудит», и я думаю, что у нас все получится. Коллеги, есть вопросы?